Разбогатея на мусоре. В Уральске появился первый в городе пункт по приёму и сортировке твёрдобытовых отходов. Проект осуществлён при поддержке городского акимата и общественного движения «Арман Кала». Первый пункт по приёму вторичного сырья был открыт одним из частных предпринимателей. Таким образом, бизнесмены поддержали призыв общественных активистов сделать город чище. Киоск расположен на улице Аманжола в районе автобусной остановки «Юбилейная». Мусор – это в основном отходы больших картона, полиэтилена. Всё это перерабатывается. Что именно перерабатывается, мы хотим это всё принимать, убирать, не засорять город. Картон по 7-10 тенге будет приниматься, полиэтилен, пластмасса будет по 20 тенге, газеты, книги по 5 тенге. За килограмм? Да, за килограмм. Годные к переработке отходы будут собираться в специальные ёмкости и перерабатываться. Это уже второй пункт по сортировке твёрдобытовых отходов, запущенный активистами общественного движения «Арман Кала». Мы этот проект начали два месяца назад. И когда мы начинали этот проект, нас поддержали предприниматели. И в городе оказались есть предприниматели, которые принимают то же самое, твёрдобытовые отходы, только у наработанных клиентов. Но у нас зародилась идея, чтобы такие контейнера поставить именно возле домов. И как пилотный проект мы начали в Жана-Урде, потому что это новый дом, это новые семьи, чтобы они увидели этот проект, чтобы этот проект пошёл. Сейчас у жителей дома в микрорайоне Жана-Урда появилась альтернатива. Можно выбросить мусор по старинке в обычный контейнер, но можно, приложив всего немного усилий, его разделить на пластик, полиэтилен и бумагу. Пластик отдельно, бумагу отдельно, там другое отдельно. Это очень разумно. Тара, допустим, алюминиевая из-под банок, из-под всех. Это отдельно. Чтобы для стекла сделали, да? И для стекла ещё бы отдельно сделали. Это было вообще замечательно. Пункты по сортировке и сбору вторсырья планируются открыть и в других густонаселённых районах областного центра. Роман Копняев, Айбула, Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42.